ПОДАРОК СУДЬБЫ Проект рассчитан на то, чтобы а. социализировать безнадзорных животных, которые были брошены по разным причинам, оказались на улице, и б. после того, как они пройдут социализацию и подготовку к взаимодействию с людьми, чтобы люди старшего поколения могли встречаться с ними в терапевтических целях. Для проекта отобрали 50 собак. С каждым ушастым и хвостатым поработал кинолог. Животных обучили базовым командам – сидеть, лежать рядом и голос. 20 пушистых друзей отдадут в добрые руки одиноким пенсионерам. 30 собак останутся в приюте для пэт-терапии. Я даже не ожидала, что столько пожилых людей откликнется на этот проект. Все с таким удовольствием приезжают в приют. И, знаете, мы даже уже говорим, все, давайте заканчиваем. Они говорят, нет, вот мы сюда хотим сходить, вот этих хотим погладить. В общем, отклики очень хорошие, отзывы. И люди, я думаю, что сейчас все-таки обдумают серьезно поступки взять животное в дом. С питомцем можно пообщаться в стенах приюта или недалеко за территорией, а также прогуляться в парке. Изначально проект включал пять встреч с животными, однако пандемия вынудила сократить количество участников группы, но, к счастью, увеличить число встреч. В приюте также запланирована экскурсия в обитель кошек. Стать участником проекта может любой представитель серебряного возраста. Достаточно связаться с волонтером приюта «Подарок судьбы» через телефон или написать в соцсети. Давление даже поднялось от счастья. Как мне здесь понравилось. Особенно вот эта собачка. Ну, все, конечно, понравились. Они все такие ласкивые, внимательные, прям бегут, как будто бы они всегда меня знали. Ты его вот так вот, девочки, держишь, да? Давление, прям это, знаете, сердце вот так вот бьется, и оно же успокаивает нервную систему, да? Найти четвероногого друга по душе могут и те, кому еще далеко до пенсии. Сейчас в приюте около 80 собак, 12 щенков и 40 кошек. Все обитатели приветливы, дружелюбны и привиты. Ринат Альгулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ.